Мы, скажем, вот аура того человека, которого вы показывали, но опять же, этот человек, любой из нас, мы живем в социуме, для начала мы живем в какой-то ячейке, то, что называется общество, семья. И на нас, разумеется, влияют и наш род, наши крепкие, наши окружающие, наши близкие. И это программа, индивидуальная программа человека. В этом воплощении примеров, исходя из прошлого и исходя, предположительно, будущего. Но вот те люди, которые приходят в частности к вам, это же единственный курс, на котором видны изменения. На других курсах изменений мы не видим. Ну, только люди могут сами говорить о том, что они меняются, ну, и читать отзывы. Но, скажем, документально, как говорится, подтвердить это невозможно, поскольку нет методиков. То есть мы не видим на экране, мы только можем слышать, предполагать и так далее. И таких людей, которые об этом отзывы дают, их очень-очень мало, на самом деле. Совсем далеко, даже не половина, меньшинство, подавляющее меньшинство. А вот у вас видно, аура меняется. То есть получается что? Получается, человек идёт, ну, в данном случае я пропозриваю, он что-то постигает, выполняет ваши какие-то рекомендации, которые надо сделать, отличается, и у него аура меняется. И вот здесь наступает момент о том, что изменяя себя, мы изменяем мир. Да? И окружающих, разумеется. А не окружающих надо менять. А что мне с ним делать? Сейчас это вопрос задают. Вот. Что мне с ним делать? Фьютон? Вот она нам написала, интересно. Правда, не в этой, она к Галине шла. Галина, вы мне сказали о том, что я встречу человека, это будет мой человек, это он мне подходит. Я встретила этого человека, он поехал в командировку и записывал. Ну, вы же мне этого не сказали. Что в том, что я его встретила, вы представляете? Вот. Что мне с ним делать, спрашивает она. Вот. Елена, что бы вы ей посоветовали этой даме с ним сделать? Послать его за... Варианты ответа. Послать его на небо за звёздочкой или, там, скажем, всё-таки как-то методом внушения? Расскажите. Ну, конечно же, я бы ей посоветовала поблагодарить. Галина. Конечно, поблагодарить. В первую очередь поблагодарить. Галина ей, да? Тару делала. Да, Галина? Да, да. Причём не у нас, не в нашей системе где-то как-то давно написала она нам. Насколько связи с ней нету, кроме... То есть, в первую очередь, надо, конечно, поблагодарить человека, который её направил. Потому что те, которые умеют гадать или предвидеть, они берут на себя, ну, огромный риск. Просто огромный. Вообще, сам факт того, что кто-то берёт на себя смелость советовать другому человеку что-то по поводу будущего – это страшно кармически наказуемо. Поэтому, если она пошла на это, то её надо поблагодарить, конечно. Поклониться, сказать спасибо, что предсказала, что я встречу человека. А второе, что нужно сделать, это поблагодарить этого человека. Потому что он очень серьёзно на неё повлиял. И самим фактом, что он пришёл в её жизнь, что он в ней перевернул эмоции, поднял откуда-то там снизу массу эмоций. Сначала восхищение, потом разочарование, потом возмущение. И всё это она вдруг увидела, как на подносе перед собою. То есть она всё это манифестировала, всё это перед ней раскрылось. Вот за это надо поблагодарить. Мы просто земной поклон сделать этому человеку. Без встречи с ним, оно бы у неё там спало внутри. И она бы думала, что она самый такой идеальный человек, который не заслуживает вот таких встреч с мужчинами, которые пошли и запели. То есть мы живём в мире таких наваждений, таких иллюзий, таких искажений, что каждая ситуация, которая скрывает на рынок, она должна вызывать у нас благодарность. Это вот просто моё мнение, Майкл. Ну, я, собственно говоря, согласен. Только очень тяжело благодарить за то, чего совсем человек воспринимает плохо. Но это тот самый момент, который я и говорю, что человек находится в социуме. То есть человек, в принципе, получает то, что он сам заслужил. Поэтому это урок, то, что вы говорите, поблагодарить. Значит, что происходит? Интересная вещь, парадокс, да, с одной стороны. Вот как это, вообще-то говоря, трактуется в Писаниях? Значит, что происходит на самом деле? Чего люди не знают. Ведь есть же приблизительная подворка. Если тебя ударили по одной щеке, я поставлю другую щеку. Почему? Вопрос. Это не значит, что я, так сказать, пацифиста и так далее, и так далее. Нет, это совсем не так. То есть ситуация следующая. Человек пришел кто-то, да, и принес ему какое-то неудобство. Вот как мы и опричали. Когда радость приходит, это мало. Ценит, это забывается мгновенно. Вот зато помнится все. Все плохое. Человек пришел и причинил неудобство, причинил горе, причинил, ну, измена там и так далее, и так далее. Что это означает? Иными словами, это означает, что писание. Подобное притягивает подобное. Правильно? Значит, это означает, что человек, если взять потом, что это, ну, скажем, карма, да, сегодня модно такая, если бы, то есть человек получает то, что заслужит. Правильно? Ему дается сверху. Дается определенная программа в виде вот этого, скажем, человека, который приходит, чтобы показать, что он сам сделал не так, неправильно. Значит, если он сделал неправильно, и ему даются показать, ну, кто бы научить его, что человек должен делать? Благодарить. Вот об этом и идет речь. То есть тебе дают урок. Благодарить за этот урок, потому что если ты не выносишь ничего с этого урока, в следующий раз ты сделаешь то же самое. И в следующей жизни ты будешь делать то же самое, что интересно. Поэтому вот этот вот Армагеддон, это не что иное, как карма каждого из нас. И у каждого из нас есть программа, по которой мы будем жить. Но программа определена на основании того момента до того. И вот интересная вещь, что сегодня у нас есть, причем время критическое, это мы только что сказали, и я с этим согласен. Время у нас критическое. Где? Ну, вот так сказать, водораздел. Об этом я говорил еще года 4 тому назад. Ну, не я, там, это же написано. Мы проводимся в определенном цикле, и мы стоим на какой-то узенькой вот такой вот тропинке. С одной стороны обрыв, с другой стороны обрыв. И только вот куда мы захватим, туда мы и попадем. Для этого надо знать, что справа, что слева находится. А вот тут и все. Поэтому право выбора все-таки за нами. И вот если мы начинаем познавать это все, этот момент, а не пенять на всех, окружающих и так далее, тогда у нас есть все шансы выжить в этом непростом времени. Ну, и более того, рано или поздно, у всем, мы там будем, как известно, свет вон переходит, у нас есть возможность в следующий раз встать, продолжать путь познания.